Свой доклад председатель Брестского городского объединения профсоюзов Вячеслав Мельничук начал с общих экономических показателей. 2017 год стал периодом восстановления. Минимальная инфляция, рост ВВП, положительный баланс во внешнеэкономической деятельности. Субъекты хозяйствования областного центра Брещена претерпевают позитивные изменения. Выполнены в числе прочих показатели по средней заработной плате и снижению уровня безработицы. В целом в коллективе проблем с выплатой заработной платы стало меньше, что у нас меньше неполной занятости в городе сегодня, то есть неполная рабочая неделя, неполный рабочий день. Это становится все реже. То есть сегодня уже такие условия созданы для того, чтобы мы вернулись к тем нормам и гарантиям коллективных договоров, которые где-то были приостановлены, где-то позволяют быть лучше. Поэтому вот на 2018 год мы будем работу продолжать. Будет продолжена в 2018-м и работа по привлечению новых членов в профсоюзные ряды. В первую очередь это касается частных предприятий. За минувший год в городе над Бугом создано 22 первички. За полтора месяца года наступившего уже 9. Всего первичных профсоюзных организаций более 550. Мы уже начали эту работу в 2015 году после седьмого съезда федерации. И вот за это время было создано 62 организации. Если брать в 2017 году, то 21 профсоюзная организация создана в Бресте. В основном в частной форме собственности. Но поле деятельности очень большое. У нас на сегодняшний день от 10 до 100 работающих. Это 560 организаций. Свыше 100 работающих 50 организаций. Где нету сегодня еще профсоюза. В числе профсоюзных организаций, передовиков, тех, на которые стоит равняться, первичка Брестводоканала. На предприятии работает порядка 800 человек. Деятельность имеет свою специфику. Контроль за соблюдением норм труда особенно важен. Как впрочем и культурно-массовая, и спортивная, и туристическая деятельность. В первую очередь основной задачей это охрана труда на предприятии. Потому как здоровье, жизнь, безопасность людей это одно из приоритетных направлений. Что касаемо помощников в этой сфере, это у нас избрано 25 общественных инспекторов по охране труда. Которые, так сказать, свою деятельность будут в честном контакте с мастерами, с начальниками участков, с профсоюзным комитетом. В 2018 году первичками предприятий и организаций города будет продолжена работа по укреплению социального партнерства. А также мониторингу проблем в части оплаты труда, занятости, социальных гарантий, цен и охраны труда. Профсоюзы будут и впредь максимально оперативно реагировать на проблемы, которые беспокоят людей.